всем привет с вами полина сегодня я хочу вам показать как легко размножить трейлер для новичков я должна сказать что такое трейлер это фиалочки которые дают пасынков и растут кустиками и трейлеры бывают разных видов я дам ссылочку в описании и вы сможете подробнее посмотреть что это такое это у меня мини трейлер называется kiss away вот название и какие нюансы при размножении мини трейлера в этом случае вот у меня эту фиалочку даже не нужно вытаскивать из горшка как вы видите этот пасынок он растет сторонку у него своя шейка есть и мы просто отделим эту шейку пасынка от шейки основного растения что я еще хотела вам показать здесь прежде чем я это буду делать здесь есть много старых листиков вы видите они потеряли цвет и их нужно убрать они уже никуда не годятся и так как это вот крошечка такая хорошечка то туда лучше пальцами не лезть а заниматься всеми вот этими измененов обработкой убиранием листьев удалением все только пинцетом иначе очень легко сломать просто этот эту фиалку и все вот и что я теперь буду делать вот эту шейку можно просто удалить вот сейчас я вам покажу вот так вот и все но новичкам я бы этого не советовала делать потому что можно сломать основной ствол и здесь наделать делов как говорится поэтому лучше вытащить но я хотела все-таки показать что так тоже можно делать теперь что с этой деткой с этим пасынком делать ну во первых нужно будет удалить вот эти листочки старые старые и ювенильные вот посмотрите вот те которые совсем крошечные я удаляю вот вот и освобождаю стволик и вот эти самые нижние я тоже должна удалить чтобы освободить стволик чтобы было легче сажать эту крошку это быстро растущий сорт как вы видите здесь уже даже на этом пасынки уже еще пасынок образуется то есть это будет очень легко размножить и уже есть вот такая вот шейка который с которой легко будет ее посадить эту фиалочку смысле деточку я уже называю теперь что делать с материнским растением но нужно опять же убрать все листики которые потеряли свой цвет они только портят вид они уже не нужны вот так и так здесь очень много пасынков подрастает так этот вот сухой я просто ухватила очень много пасынков подрастает как вы видите вот посмотрите но они еще совершенно не готовы к отсадке пасынок должен быть таким чтобы его было легко посадить то есть чтобы у него была шейка я уж не говорю корни но шейка должна быть обязательно тогда корни будут нарастать на шейке а если ее нет то где же они будут нарастать то на чем вот поэтому вот так вот нужно делать и что нужно делать с этой теперь розеточкой а ее нужно будет вытащить и обязательно углубить и проверить чтобы вот эти вот пенечки от листьев которые я удалила чтобы там этого ничего не было и вы не бойтесь пожалуйста работать как я всегда говорю если даже вы удалите один пасынок или повредите его то потом это очень легко все восстановится и они опять нарастут и вы еще не будете знать куда их девать так что так что не бойтесь вот я покажу вам что значит сначала я посажу вот эту детку потому что она чтобы не засохла вот и здесь кстати вот я заметила что здесь еще в пенечек один остался вот к таким малышкам надо относиться с особой внимательностью и осторожностью потому что такие маленькие легче за гнева могут загнить легче погибнуть могут так сейчас я возьму горшочек и посажу я приготовила горшочек написала название сорта и поставила сегодняшнее число насыпала субстрат и уже его немножко примяла потому что здесь корешков нет и мне не нужно делать глубокую ямочку чтобы поместить туда эту шейку вот чтобы сделать все таки хоть какую-то ямочку мне нужно будет взять инструмент потому что можно конечно было бы просто вот так вот ее туда взять и вставить но я не хочу надавливать на эту розеточку сильно потому что она еще маленькая слабенькая и я хочу чтобы она осталась без механического повреждения вот так я ее посадила и теперь я посажу ее на фитилек и обязательно в теплицу помещу чтобы она наращивала корешки ну вот теперь я займусь материнским растению и вот так вот приму горшочек и держа за шейку я потихонечку вытяну пересаживала я в апреле вот но пересаживать в новый субстрат я уже не буду а просто вот так вот освобожу немножко низ отряхнул и помещу опять в этот же горшочек то есть я просто углубила вот слишком даже много убрала вот так вот так и сейчас надо будет по сторонам вот так вот добавить этот субстрат я говорила что те фиалки которые меня на продажу я часто не пересаживаю то есть это уже новая хозяйка займется когда купит так что вот так вот и все я сделала все что нужно я можно сказать по ухаживала чтобы она кривая не выросла с длинной шейкой она могла бы искривиться эта шейка и потом уже ничем не выправить вот так ой вот так вот хорошенькая получилась деточка ой не деточка фиалочка потому что она такая маленькая и называют деточкой но это не деточка это еще не взрослые растения но уже как бы и не стартер даже просто молодая фиалка вот что получилось меня спрашивали чем я очищаю фиалки после пересадки ну так во первых нужно добавить здесь еще немножко вот с этой стороны вот так чтобы фиалка стояла ровно и устойчиво вот и сейчас я вам покажу вот у меня есть вот такая вот косметическая кисточка и я не буду сейчас ждать но нужно немножко подождать чтобы сырой чтобы влажный вот этот субстрат подсох он тогда легче будет сходить вот я вот так вот придержу немножко и вот даже сейчас он сходит видите вот так вот я отряхиваю фиалочки после посадки от субстрата который попадает на листочки видите какая она стала просто чистенькая и и мыть ее не надо я уже говорила что я никогда не мою свои фиалки шут еще за мытье душ никогда так ну вот сейчас я покрасили и здесь делаю чтобы чисто было вот так вот что у меня получилось теперь я вам еще хочу сказать что вот здесь вот эти пасынки которые растут они как я говорила растут очень быстро поэтому как только я увижу что они достигли вот такого размера примерно я их буду отделять может быть мне придется вытаскивать эту розеточку из горшка а может быть я и так смогу отделить также как и эту потому что этот сорт растет вот такими вот пасынки растут на шейках они не сидят на стволе или в пазухах этого материнского растения вот и все как вы видите это все было очень легко и очень даже и быстро а теперь я с вами попрощаюсь до следующего видео и пожелаю вам как всегда всего самого-самого хорошего будьте живы здоровы надеюсь вам видео понравилось и поможет вам в уходе за фиалочками заходите ко мне в гости и чтобы нам всем всегда было до наших любимых цветов всего хорошего еще раз пока пока а сейчас я хочу показать вот эти фотографии этого сорта первое цветение которое было у другой розеточки не у этой необыкновенно нежные розовые голубые такие цветочки не крупные но цветет этот сорт очень обильно и красиво надеюсь вам это все понравилось и поможет вам в уходе как я уже говорила спасибо что досмотрели до конца пока пока